Всем привет! В этом видео вы услышите две очень поучительные притча о мечте. Инстардинг представляет. Притчи, которые изменят вашу жизнь. Четвертая часть. Большая мечта. Жил на свете молодой человек. И была у него мечта иметь высокооплачиваемую работу, жениться на красавице и прославиться на весь мир. Однажды, морозной зимой, человек спешил на собеседование в известную фирму. Вдруг прямо перед ним упал пожилой мужчина. Человек посмотрел на упавшего, в голове возникла мысль, что тот, скорее всего, пьян и не подал руки. Это помогло не опоздать на запланированную встречу, но собеседование прошло неудачно, человека не взяли на желанную должность. Как-то человек прогуливался летним вечером по городу. Заметив труппу уличных артистов, он остановился, чтобы насладиться зрелищем. После окончания действа раздались аплодисменты и люди стали расходиться. Молодой человек тоже повернул было назад, но кто-то не смело притронулся к его плечу. Это была главная героиня пьесы, старушка-клоунесса. Она стала расспрашивать его о том, понравился ли ему спектакль, доволен ли он актерами. Но человек не захотел вести беседу и, брезгливо отвернувшись, пошел домой. Однажды дождливым вечером человек спешил домой со дня рождения друга. Он очень устал, и в его голове проносились мысли о душистой ванне и уютной теплой постели. Вдруг он услышал чье-то приглушенное рыдание. Это плакала женщина. Она сидела на скамье возле дома человека, без зонта, одна. Заметив нашего героя, она обратилась к нему за помощью. У нее случилось несчастье в семье, и ей нужен был лишь душевный собеседник. Молодой человек задумался. Перед его взором предстали ванная и постель, и он поспешил в подъезд. Этот человек прожил несчастливую жизнь и умер. Попав на небеса, человек встретил своего ангела-хранителя. «Ты знаешь, я прожил совсем несчастную и никчемную жизнь. У меня было три мечты, но ничего не сбылось. Жаль, друг мой», — ответил ангел-хранитель. «Я сделал все, чтобы все твои мечты воплотились в жизнь. Но для этого от тебя нужны были всего лишь твоя рука, твои глаза и твое сердце. Помнишь упавшего человека на скользкой зимней дороге? Я сейчас покажу тебе эту картину. Тот человек был генеральным директором той фирмы, в которую ты так хотел попасть. Тебя ждала головокружительная карьера. Все, что от тебя требовалось — твоя рука. Помнишь старую клоунессу, которая после уличного представления пристала к тебе с вопросами? Это была юная красавица-актриса, которая влюбилась в тебя с первого взгляда. Вас ждало счастливое будущее, дети, неугасающая любовь. Все, что от тебя требовалось — твои глаза. Помнишь плачущую женщину возле твоего подъезда? Был дождливый вечер, и она насквозь промокла от слез. Это была известная писательница. Она переживала семейный кризис, и ей очень нужна была душевная поддержка. Если бы ты помог ей согреться в своей квартире, согреться душой, благодаря твоим мудрым словам утешения, то она написала бы книгу, в которой рассказала бы об этом случае. Книга стала бы известной на весь мир, и ты бы прославился, так как на главной странице автор указала бы имя того, кто стал музой этого произведения. И все, что от тебя требовалось тогда — твое сердце. Ты был невнимателен, мой друг. Человек вздохнул и пошел по лунной дорожке в звездную даль. Мораль. Прислушивайся к миру. Он всегда предлагает возможности. Всегда будь порядочным и открытым, ведь ты никогда не знаешь, где тебя может поджидать успех. Цена мечты. На краю нашей земли находится один магазинчик под названием «Жизнь». Хозяйку магазина звали «Вселенная», и продавала она мечты. Ассортимент в магазине был огромен. Здесь можно было купить практически все. Машины, яхты, дома, счастье, любовь, дружбу, деньги, любимое дело, победу в соревнованиях, футбольные клубы, заводы и компании, власть, успех, слава и популярность, драгоценности и многое-многое другое. Не продавалось только время. Каждый, пришедший в магазин, а ведь есть и такие, которые ни разу не зашли в магазин, а остались сидеть на своей заднице и мечтать, в первую очередь узнавал цену своей мечты. Цены были разные. Например, любимое дело стоило отказа от стабильности и предсказуемости, готовности самостоятельно планировать и структурировать свою жизнь, веры в собственные силы и разрешение себе делать то, что нравится, а не то, что нужно. Власть стоила чуть больше. Надо было отказаться от некоторых своих убеждений, уметь всему находить рациональное объяснение, уметь отказывать другим, знать себе цену, и она должна быть достаточно высокой, разрешать себе говорить «Я», заявлять и себе, несмотря на одобрение или неодобрение окружающих. Некоторые цены казались странными. Например, замужество можно было получить практически даром, а вот счастливая жизнь стоила очень дорого. Персональная ответственность за собственное счастье, умение получать удовольствие от жизни в любых ситуациях, знание своих желаний, постоянный личностный рост и развитие, забота о своем здоровье, отказ от стремления соответствовать окружающим, умение ценить то, что есть, осознание собственной ценности и значимости, риск потерять некоторых друзей и знакомых, отказ от вредных привычек и краткосрочных удовольствий. Не каждый, пришедший в магазин, был готов сразу купить свою мечту. Некоторые, увидев цену, сразу разворачивались и уходили, другие долго стояли в задумчивости, пересчитывая наличность и размышляя, где бы достать еще средств. Большинство из тех, кто впервые посетили магазин, начинали жаловаться на слишком высокие цены и просили у хозяйки скидку или спрашивали, когда будет распродажа. Но скидок и распродаж в магазине никогда не было. На некоторые товары цены из года в год даже повышались, например, на мировые спортивные рекорды. А были люди, которые доставали из кармана свои сбережения и получали заветную мечту. На счастливчиков зависливо смотрели другие покупатели, перешептываясь между собой о том, что, наверное, хозяйка магазина их знакомая, и желание досталось им просто так, без всякого труда. Хозяйке магазина часто предлагали снизить цены, чтобы увеличить количество покупателей. Но она всегда отказывалась, говоря, что это приведет к потере качества всех товаров. Когда у хозяйки спрашивали, не боится ли она разориться, то она качала головой и отвечала, что во все времена будут находиться люди, которые готовы рисковать, брать на себя полную ответственность, отказываться от привычной и предсказуемой жизни, способные поверить в себя, имеющие силы и средства для того, чтобы оплатить свои мечты. Мораль Если твои мечты до сих пор не осуществились, значит, они еще не полностью оплачены. Друзья, спасибо вам за просмотр! Если вы не видели предыдущие части этой рубрики, загляните в описание. Также не забудьте поделиться этим видео с друзьями, подписаться на наш канал Инстардинг, нажать на колокольчик и поставить лайк. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!